С 2017 года представители преступного мира выбирали главного вора в законе. Когда стало ясно, что Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, не выйдет из тюрьмы в ближайшие годы, воровской мир стал перед вопросом выбора нового руководителя. Выбор главного был тяжелым, так как и из черного дельфина должен был выйти лидер крупного мафиозного клана. 60-летний вор в законе Тарий Ланиани, Таро помимо которого на пост претендовали еще несколько авторитетных представителей криминального мира. Потому в криминальном мире решили поспешно избрать нового главу и стал им Олег Шишканов, он же Михайлов или Раменский. Лидеру Люберице Кой ОПГ 56 лет и он является вором в законе. Шишкан стал заведовать русским общаком, а также именно он решает спорные вопросы представителей преступного мира. Помехой его избранию не стала даже статья, за которую он судим. Ранее Шишкан отбывал срок за изнасилование и убийство, но все же его можно считать приверженцем старых традиций воровского мира. Известно, что коронавал Шишкана Михаил Воеводин, Михаил Лужнецкий. Приближенными к вору считаются Нижегородец Василий Христофоров, известный как Вася Воскрес, а также Мираб Гогия, известный как Мелия. До избрания Шишканова в преступном мире временно главенствовал Вася Воскрес. Примечательно, что влиятельные друзья помогли Шишканову стать главным в воровском мире. К примеру, Мелия является авторитетным вором, которого короновали в 80-х. Он провел в заключение более 25 лет и стал фигурантом дела о русской мафии в Испании. Именно Мелия выделял огромные суммы на предвыборную кампанию Саакашвили в 2007 году. Самого Шишкана считают заслуженным человеком. В 18 лет его осудили за изнасилование и убийство. Совершили его несколько человек, но молодой Шишкан взял всю вину на себя. Примечательно, что существует версия, согласно которой Шишканов и вовсе никого не насиловал, а поступил благородно для того, чтоб его товарищи остались на воле. Он провел в тюрьме более 10 лет. Через подставных лиц Шишканов стал теневым владельцем Малаховского мясокомбината, племзовода Раменская, Теплицы Раменская, а также целого ряда других предприятий. Но самым амбициозным его начинанием стало приобретение Раменского футбольного клуба Сатурн в 1997 году. Именно тогда вор решил уйти в бизнес, как это делали многие его коллеги, и взял себе фамилию Михайлов. Позже его клуб попал в высшую лигу. Уже в 1999 году сотрудники Рубо по МВД РФ провели убыск в его доме. Там были найдены огромные суммы денег и оружия. По данным правоохранителей, были обнаружены 1,2 миллиона долларов и 3 миллиона рублей. Но сам вор успел покинуть Россию. Он скрывался в Испании. В Россию он приехал в 2009 году и только для того, чтоб встретиться с легендой воровского мира, япончиком. Уголовное дело против него было вновь открыто. Но суд не смог собрать достаточно доказательств для того, чтоб Шишканов сел в тюрьму. В 2012 году он фигурировал в качестве подозреваемого по делу об убийстве депутата и предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Ранее он вел с ней бизнес, но затем партнеры рассорились и Сидорова была убита. В остальном Олег Шишканов придерживался нейтралитета в отношениях с другими преступниками. Он старается не вступать в конфликты. Потому и был избран такой глава преступного мира, который может разбираться в вопросах объективно.